Всем привет! Меня зовут Данил Мухин, я депрессивный алкоголик из Петербурга. Стал вести блог в Инстаграм, который набрал 135 тысяч подписчиков. Стал выкладывать ролики на Ютуб, и на Ютубе тоже пришли подписчики, уже почти 50 тысяч человек. Я, в общем, рад всех приветствовать. Я сходил в Москве, я переехал из Петербурга в Москву, и сходил в Москве на стендап. Оказалось, что я на шоу, на съемках шоу, а был мистический. Я вытянул руку, и меня, собственно, позвали. Я не смотрел еще, правда, не смотрел, поэтому я хотел в модном, давно-давно в модной такой штуке, типа в реакции, посмотреть, что же на самом деле там вышло. Итак, 43.30, мой выход, бамблы готовы, посмотрим, погнали. Не-не-не, вот он, да, давай-давай-давай-давай-давай. О, это я выхожу! Ты должна звучать оси-деси! Человек, который смеется над всем. Да, это я. Я просто вообще давно нигде не был, мне правда было смешно, я очень громко смеялся. Нас посадили еще в первый ряд, я громко над всем смеялся, и недаль постоянно на меня реагировал, типа, тебе что-то все так смешно. Вот, я действительно был тем человеком, который на все реагировал. Его снять как-то поближе или что? Вы его оператор? Извини, Султан, но у него свой оператор. Выключи камеры, тут каждый со своим оператором. А ее видно или нет? Это плохо. Это плохо. Уходи, пожалуйста. И другой человек. Давай я, пожалуйста. Кате не дали снимать. Ну не надо, не надо. Мы снимаем. Да мы же снимаем. Вот же камера. Все, все, все. И она идет один хуй. Все, все, все. Я не снимаю. Все, сядь. Все. Все, как вас зовут? Меня зовут Данил. Данил, дай Данилу поаплонируем. А тебе, Данил, расскажи. Мне 34 года. Неделю назад я приехал в Москву, из Питера. И решил... Блин, я такой важный. Просто типа такой... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Остаться. И 119 дней назад завязал бухать. Мне нравится, что зал взрывается, там девчонки кричат. Но там на самом деле есть люди, которые знают, знали, что я завязал, пришел, там сидели часть-часть людей, поэтому, скорее всего, это они кричат, потому что завязал и завязал. Медаль думает, мне кажется, думает, как разгонять все это, потому что он очень круто делает в лайве вообще все очень круто. 119 дней назад. Да. Ты, видимо, уже забыл об этом, да? Каждый день такой 120. Нет, сегодня 119 день, как я бросил пить, признал, что я алкоголик. А ты жестко пил? Ну, 10 лет назад я должен был бросить. Бросил только в 34. Это жестко колдырил. Да, жестко колдырил. Но я по профессии артист, поэтому колдырил я в свободное время. Времени меня было много. Сидит, бля, причесанный такой. Я уже два месяца не пью. Я даже не помню, что говорил. Недаль, типа, сидит такой причесанный. Блин, прикольный, конечно, формат реакции. Надо что-то постоянно говорить и вкидывать. Не знаю, что говорить. Погнали, посмотрим, что там дальше. Погнал, что ты два месяца назад не пришел. У меня есть такое. Недаль, я артист. Примерно так я и выглядел. А какой вопрос у тебя? Мне сказали, меня сюда привели. Я очень рад знакомству. Надо обратно выбрать. Я хочу узнать. Я артист, блядь. Я хочу узнать. Вот, кстати, я рассказываю, что меня привели. Выглядит вообще как постановка. Отличная, потому что это еще и финал будет, я так понимаю. О своей перспективе в Москве. Сложится ли у меня в Москве? Хочу посмотреть... Карьера? А? Карьера? Карьера, да. А из какого вы жанра? Вы актер? Актер театра и кино. Я хочу узнать, сложится ли у меня здесь в Москве. Окей. А интересна сама карьера или финансы от карьеры? Более прикольный вопрос. Ты имеешь в виду, что у него в карьере... Я стал верить в это. У него в карьере, типа, можно... Я теперь чувствую, что это серьезный вопрос. Бывает такое, что вроде бы карьера идет, но финансы они как бы немножечко в просадку. В самом деле, когда там сидишь, она так все это говорит, Таня, таролок, она так очень серьезно все это говорит, у нее еще очки надеты, горит свечка, и ты действительно в какой-то момент сидишь такой, да, и ты начинаешь об этом думать по-настоящему. То есть она за счет того, что ты с ней разговариваешь, ты начинаешь в это во всем проникаться. Или наоборот, бывает, всякое бывает в жизни. Если бы он бухал, он перестал бухать уже в финансе. А кто знает, что будет через месяц? Блин, ты сучара. Кто же знает, что будет в жизни? Так карьера или... Нет, меня интересует карьера. Давай. Ты же Москва, зачем здесь деньги? Я еще... Да, я пытаюсь еще шутить всегда. Слушайте, ну выгляжу я ничего, кстати. То есть у меня какие-то джинсики, кроссовки модные. Нормально, выгляжу. Шутить пытаюсь. Другие карты, еще раз. Меня зовут Данил. Данил. Другие карты. Как будет складываться карьера у Даниила в Москве? Данила. Данила, да? Пять букв. А Даниилу нельзя? Пять букв. Два разных... Это три разных имени. Данил, Данила и Данил. Ну-ка рассказывайте. Итак. Во-во-во, сейчас моя любимая песня начинается. Где я рассказываю про то, какие имена бывают. Существует три имени. Значит, Данила. Все знают Данилу Козловского. Существует имя Даниил. Да? А существует такой советский вариант. Данил. Пять букв. Я советский. А Даниил это Даня? Да? Нет, это все Дани. Это никому не интересно, я думаю. Это все выражат опять. Это мне интересно. Вообще, вот вы... Ничего себе. Для меня это одинаково. И Дима и Митя. Это разные имена, да? Да. Точнее, это одно имя. Дима и Митя. Это одно имя. Как вы тако живете? И вы такие, странно, тебе имя обугазали. Блин, он красавчик. Нет, он очень хорошо разгоняет. Видео не так, на самом деле, плотно по юмору. Но он очень хорошо держит атмосферу. То есть в лайве это намного веселее. Здесь, ну понятно, это видеотрансляция. Но он красавчику все равно не дали. Данил. Данил. Дорогие карты. Как сложится карьера у Дани здесь, в Москве? Да. Пожалуйста. О, Пентакли. Будешь много работать. Человек 8 Пентаклей, он будет много работать. Много работать. Следующая карта. Я почти здесь не нужна уже. Оставайся. Ты магнит бы притягательный. Это и был мой план. Научиться картыми гадать самому. Король Пентаклей. Ооо. Ооо. А там штука в том, что половина зала, даже большая часть, они уже в курсе. Они все там выкупают сразу билеты на это шоу. Потому что, правда, вживую это очень круто, весело. Вечер проходит классно. Плюс там съемка двух шоу сразу. Вот. Медаль казалась уставшим, но разгонял отлично. В половина зала такие. Ооо. Что? Ооо. Я сидел такой. Ладно. И ты когда находишься в этой атмосфере, ты реально начинаешь в это все верить. Погнали дальше. Подал все-таки Пентакли. Достаточно успешно. Да, смотри. Один Пентакли, потом он Король. Восемь, а потом Король. Ну, это клево. Рыцарь Пентакли. Три карты. Я сижу, у меня на лице полное, типа, они все там, типа, вау, реагируют. И я вообще не... Вот у меня, да, сейчас лицо такое, типа, че это такое вообще? Это шо такое? А это, типа, круто оказывается. То есть, там сейчас она будет рассказывать, что, типа, это очень круто. У него сейчас в голове, знаете что? Надо отметить. Вот, он крут. Он как бы... То есть, ему очень прикольно разгонять по поводу алкоголя. Здесь мог, он мог вообще, я думаю, минут 30 по этому поводу разгонять. Причем он сделал... Как сказать? Он... Я боялся всяких, знаете, шуток с матом и очень много переходят на личности и так далее. Я такой думаю, ну, окей. То есть, я, типа, я смотрел комиков, знаю, буду сидеть, обтекать, типа, нормально. Я готов. Хорошо, что короля кубков нет. Так бы забухал. Да, он был королем кубков в прошлом. Круто разгонять. Блин, это клево, алкаша называть король кубков. Меня там разрывает, то, что король кубков. Ну, типа, это же круто. Вот, но я там выдаю. Ну, я давно не был нигде, но и правда там было весело. О, боже мой, король кубков опять. Ты такая бита, ты шо делаешь? Ну, я тут начала играть, по-тихому. Ну, много палок тут, смотри, тоже есть. Смотри, на самом деле все супер-классно. Ты будешь сначала много работать. Она это первый раз говорит за все время. Супер-классно. А мы более полугода снимаем уже. Ты будешь работать много, методично, четко. У меня просто лицо такое. Почему? Круто. Я вообще, ну, в общем, я Стане потом подружился в Инстаграм. Посмотрел, она сама тоже очень много работает. Я в это во все не верю. Но если кого-то это вдохновляет, прекрасно. Меня тоже это вдохновило, потому что поход на шоу я такой, блин, прикольно. Как прям вот следовать, так скажем, своему плану. Потом у тебя король Пентаклий с шестеркой жезлов. То есть ты буквально на коне. Ты буквально король с большим количеством денег и жезлом. Я с жезлом. Но есть одно но. Потом у тебя идет небольшая просадка, потому что ты из короля спускаешься до рыцаря. Но все равно Пентаклий его, то есть денежки, они как бы есть. Но у тебя будет много-много-много-много-много разных обязательств. И тебе будет тяжело в какой-то момент. А мы какой срок брали? На год. Другой. Вот к концу года... До июля. 27-го. Это как будто заклятие. Тебе нужно будет до конца этого срока, то есть, думаю, даже можно где-то с сентября уже делегировать часть обязательств, чтобы не влезть вот в эту вот историю, чтобы тебе не было так тяжело. И контролируй свои финансы, ты можешь... Актер, делегируй. Найми себе этого. Ну, отчасти, отчасти, как бы, это даже просто простые советы. Хороший совет, контролировать финансы. Ну, я к тому, что можешь, допустим, не брать на себя слишком много, потому что, взяв очень много, ты можешь выгореть, и от этого немножечко финансы могут меньше стоить. Не надо сниматься одновременно в «Ментарских войнах», в «Слепой» и в «Гадалке». Подожди, на самом... Можно я даю? Да, можно, конечно. Вышел в Петербурге замечательный сериал, называется «Дом с ментами». «Дом с ментами»? Да, а я на самом деле мечтаю снять фильм. Фильм ужасов. Есть такое? Вообще. «Дом с ментами»? Ты заходишь, и на каждом этаже тебя шмонают. Нет, это «Дом с ментами». Добро пожаловать в «Дом с ментами». То есть, он молодец в плане шутки. Я такой, типа, думал, что это будет смешно. Ну, потому что я сижу такой, типа, представляешь, в Петербурге сняли такой сериал «Дом с ментами». Начали снимать. Зал молчит. То есть, как бы, шутки нету. А он разгоняет и делает... Представляешь, тебя на каждом этаже будешь шмонать. То есть, сразу шутка появляется. Блин, это вот комик. С документами. Все хорошо. Да я давно таких раскладов не видела хороших. Она уже даже поплыла. Давно таких раскладов. Хороший расклад. Мы желаем тебе удачи. Спасибо вам большое. Блин, это круто. Спасибо. Все, спасибо. Все. Давайте, короче, проводим его. Давай. Короче. Прекрасно. Мне понравилось. Во-первых, я после этого испытал вдохновение. Даже потом мне далее написал в инстаграм, в директе написал спасибо большое за комедию, потому что было как-то очень хорошо. Смогло же выпасть, да, сорвешься, там, еще что-нибудь. Ну, то есть, я был готов к тому, что будут шутки на эту тему. Я, как бы, так немножко держался, поэтому пытался шутить, юморить, так, типа, держать дистанцию. Чуть-чуть ярче реагировал, чем на самом деле, просто, да, немножко волновался, сейчас начнется какая-то эта штука. Но в итоге там даже видно, где я такой, вау, задумываюсь, типа, прикольно. Спасибо большое ребятам. Спасибо за то, что вы вытащили из зала. Спасибо шоу Абу Мистический. Полная версия шоу по ссылке внизу. Ну, чтобы у ребят не кидали мне страйки, просто мне захотелось сделать такой поезда. Просто мне захотелось сделать такой вот контент на своем канале. Надеюсь, страйка не будет. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, что там, нажимайте колокольчик. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там ежедневное чтение моего директа, голосовые сообщения, музыкальные подкасты, какие-то видосики, смешные кружочки и так далее. Ну и подписывайтесь на инстаграм, кто еще не подписан. Там видео выходит целиком, потому что я их снимаю на 90 секунд. Вот. Спасибо большое. Пока.